Дорогие друзья, этот выпуск и многие другие наши выпуски вы можете посмотреть в приложении EasyUp эксклюзивно. И это приложение вы можете скачать абсолютно бесплатно и смотреть наши выпуски в любое время. Всем привет, с вами АУСТИ-подкаст. И сегодня мы снимаем внеочередной выпуск нашего подкаста, потому что поднимаем тему домашнего бытового насилия, сексуализированного насилия. И сегодня у нас в гостях Рашид Азизов, психиатр, психотерапевт, и Серик Беркамалов, исполнительный директор Казахстанского союза юристов. Здравствуйте, спасибо, что отозвались. На самом деле вы правильный, я считаю, что правильное решение приняли, что пригласили мужчин говорить об этом, потому что на самом деле женщины говорят об этом уже давно и много, и, наверное, их даже где-то перестали слышать и слушать, потому что позиция понятна, что женщины всегда выступают за позицию женщин, и правозащитницы, и активисты, большей частью женщины именно в этом плане, в этом движении. А мужчин не было слышно. Вот это для меня, как мужчина, было немножко неприятно и стыдно иметь такую позицию. Поэтому нужно говорить. Сейчас именно важен голос мужчин. Спасибо, Серик. Да, Серик сегодня прилетел специально тоже для нас. Я не знаю, если честно, с какой стороны подобраться к этой проблеме, но сейчас на данный момент нас, конечно же, всех интересует закон. Серик, расскажите, что сейчас происходит? У нас не было специального закона изначально по вопросу защиты от семейно-бытового насилия, вообще по правам женщин. Но в 2009 году был очень небольшой такой есть закон, действующий закон на сегодняшний день о профилактике семейно-бытового насилия. Но у него очень мало статей, и он практически был неработающим. И в 2019 году была очень большая серьезная инициатива о внесении большого количества изменений в этот закон, назвать его вообще, в целом принять в новой редакции, назвать его закон о противодействии семейно-бытового насилию. Но было очень серьезное сопротивление определенных сил, которые, ну, мы их называем, не знаю, маркобесы, антиваксеры. Это вот одно движение. Есть яркие представители этих, не буду их рекламировать, не буду их называть, но так называемый союз осознанных, есть какая-то псевдо, что-то такое очень напоминает какую-то секту, честно говоря. Союз родителей. Да, союз родителей, да. Они очень ярко представлены, особенно в Инстаграме, в социальных сетях. И они захейтили эту идею, вообще перевернули весь смысл этого законодательства и свели его к тому, что якобы он принимается только для того, чтобы отбирать наших детей, потом их куда-то там чуть ли не на органы продавать, потом сделать их всех геями-лезбиянками. И вот это все была такая антизападная позиция, типа традиционные ценности, на самом деле ничего подобного. И очень большой шум подняли. Парламент последнего прошлого созыва, еще вот до изменений, до выборов нового президента, до нового парламента, он прислушался к ним. Они прямо их приняли. Сколько их было? Сколько голосов это было? То есть что они смогли тогда? Они очень сильно раскрутили голоса, причем многие голоса там были накручены, и большей частью они были и за рубежа, и соседней нашей страны, не казахстанцы. Но вот они подняли именно ажиотаж в социальных сетях, и их на самом высоком уровне там приняли. То есть их услышали тогда? Тогда еще председатель Мажелис Аниг Матулин был, принимал их. И в итоге депутаты очень сильно этого испугались, подумали, что будут какие-то большие митинги, чуть ли не переворот, и поэтому этот закон положили в полку и отказались от его принять. Несмотря на то, что позитивные силы, юристы, правозащитники выступали, мы тоже пошли на прием к представителю Мажелиса, но все равно приняли решение в поле того, что лучше давайте не будем оттрогать эту тему. Под давлением общества. После этого, соответственно, это очень сильно разочаровало всех правозащитников, всех людей, которые в этой сфере работают, потому что это был удар ниже пояса. И тогда возникла идея о том, что центральный вопрос, за которым мы боролись, это криминализация. Потому что в 1917 году было принято решение ответственность за побои и за легкий вред здоровью перенести из Уголовного кодекса в административный. И вместо уголовной ответственности люди, которые избивают своих детей, не обязательно даже членов семьи, это посторонний человек может быть, избивают побои, легкий вред здоровью. Он несет административную ответственность. Это тогда мог быть штраф, предупреждение, либо 5-10 суток административного ареста. То есть условная драка возле ресторана – это тоже административное нарушение. А у нас отношение людей к административному какое? Это то же самое, что административный штраф за превышение скорости. Штраф заплатил, дальше пошел. Ты не чувствуешь, что ты совершил правонарушение. А преступление, есть преступление. Когда это в Уголовном кодексе, это ответственность, это уже очень серьезно ограничивает людей от совершения таких действий. И с 2017 года у нас 2,5 раза увеличился рост, как и вот таких вот небольших правонарушений, как побои и легкий вред, так и более серьезных. Средний, тяжкий вред здоровью и количество убийств. Резкий рост произошел. И связывает это только с тем, что мы ослабили вид ответственности. И вот в связи с этим, в 2021 году мы опубликовали петицию на сайте, который организовал Центр прикладных исследований ТАЛАП. Инициатива от Рахимова Шапаева была. Естественно, экономист, тоже общественный деятель. Тогда еще закона о петициях не было. Разместили, собрали подписи самых видных ученых, юристов и общественников, журналистов. И на тот момент где-то мы около пяти тысяч подписей собрали. Рахимов Шапаев попал даже на прием к президенту Тукаеву. Озвучил эту проблему. Президент согласился с этой позицией. Согласился, что нужно ужесточать отцик. Он дал поручения. Но с успехом вот эти поручения были формальным образом исполнены. Уголовной ответственности не ввели. Увеличили только размер административного ареста на пять суток. Не пятаться стало, а двадцать суток адмареста. Эта ситуация вообще никак не меняет. В сознании людей ничего не поменялось. Как была такая ответственность, так и есть. И на самом деле, больше половины людей, которые совершают такие правонарушения, они никакой ответственности не несут, потому что эти дела либо прекращаются, потому что полиция не хочет, неохотно этим занимается, либо ограничивает предупреждение. Потому что по закону первый раз, если ты совершил, тебе выносят предупреждение. То есть он опять возвращается в семью. Еще более озлобленный. Потому что я из-за тебя попал в ментовку, грубо говоря. И еще пару раз ее и забьет, еще сильнее и забьет. Она уже в следующий раз не будет обращаться, потому что это уже, извините, какие-то серьезные последствия. Вот это и привело к сегодняшним трагическим событиям. Они происходят постоянно. Просто мы не сильно обращаем на это внимание. Уже приедается, что самое страшное. Например, убийство своей жены, бывшей жены, которая испытывала постоянно насилие в семье, учительница в Бастане. И бывший муж ее все-таки достал, облил бензином, поджег, живем. Вот это было в 21-м, кажется, году. И таких случаев можно в каждом году, по пять-шесть таких очень сильных резонансных, громких. Но действительно, внимание всего общества привлекала, конечно, смерть Салтана Анукеновой. И вот сегодня мы наблюдаем вот это такое резкое внимание. И наконец-то мы перешли от стадии отрицания всего. Психиатр, наверное, тоже об этом расскажет. К стадии того, что мы начали принимать эту проблему, начали понимать, что у нас общество очень серьезно, сильно больно, и надо его лечить. В том числе с законом. Один из методов – это закон, да. Рашид. Да. Добрый день. Возможно ли это, что мы законными методами и какими-то другими методами способны излечить наше общество? И как нам, обычным людям, да, каждый день, которые, да, я признаю вот свою вину, как минимум, что я, ну, с таким, с легким каким-то, да, таким вниманием ко всему. То есть мы легко к этому относились, ко всем этим новостям. Я не знаю, почему сейчас вдруг нас всех это так шокировало, и мы все под таким стрессом и страшно возмущены. Но что нам делать, обычным людям? Ну, мы можем подписать петиции, мы можем выйти на разрешенный марш, да, или митинг. Мы можем говорить об этом. Но такое ощущение, что это все бесполезно. Что еще мы можем сделать? Хороший вопрос. Если бы я знал на него однозначный ответ, я бы, безусловно, его здесь озвучил. Как специалист, который непосредственно в том числе сталкивался в своей практике с женщинами, которые обращались вот по поводу таких абьюзивных отношений, я, конечно, должен сказать о том, что, наверное, в первую очередь то, что мы можем делать, пользуясь подкастом, да, социальными сетями, аудиторией, которая там, к нашему мнению, лояльна, да, ваша большая аудитория, в первую очередь это, наверное, все-таки озвучивать механизмы того, что люди должны немножечко пытаться понимать, какие отношения являются нормальными, да, а какие отношения являются деструктивными, да, в том числе и абьюзивными, потому что это только один из вариантов, ну, скажем так, да, токсичных отношений. И если человек не понимает разницу между нормой и не нормой, я думаю, что здесь, к сожалению, просто наличие закона, который, безусловно, должен быть, да, вопрос нам не решит. Ну, самый простой пример, который я могу вам привести, да, как мне кажется, как человеку, который непосредственно участвует, ну, скажем так, в практических кейсах, да, попытке оказать какую-то квалифицированную помощь вот таким людям, да. Представьте себе, если женщина, подвергаясь какому-то там систематическому насилию, да, обратится за законной помощью, что должно быть, но она до конца не понимает, что она находится в абьюзивных отношениях, да, она до конца не готова к выходу из каких-то процессов созависимых отношений, потому что они очень многослойные, да, это и психологическая зависимость, и финансовая зависимость, да, и какой-то фактор там социальной зависимости, и она будет пытаться этот механизм использовать, может быть, только как попытку, ну, человека вот временно урезонить, наверное, это ничего не решит, а человек, вот как говорит коллега, да, юрист, действительно, он же вернется домой, он вернется более озлобленный, а абьюзер, он всегда старается газлайтить, да, то есть, что это, навязать свое мнение о том, что это она, жертва, неправильно все восприняла, да, ложно, неверно интерпретировала, и она, в принципе, была как бы причиной того, что она это спровоцировала, и в целом, может быть, ситуация, ну, скажем так, не будет иметь какого-то совсем конструктивного решения, поэтому люди должны понимать, какие отношения являются абьюзивными, в какой момент они уже не имеют какого-то решения конструктивного, да, и тогда обращаться за в том числе какой-то законодательным там социальным механизмом помощи, когда такого человека защищает закон, да, огораживает, а он дальше за это время адаптируется или даже, скажем так, реадаптируется, потому что жертва теряет навыки адаптации, да, она должна стать в какой-то степени опять социально самостоятельной, финансово как-то самостоятельной, да, перестать ощущать вот эту угрозу какого-то насилия, в том числе и физического, как крайней степени, и успеть, ну, скажем так, стать достаточно самостоятельной, самодостаточной. Вот тогда этот механизм будет правильно работать. Помимо того, что вот мы говорили, там есть юридические, да, причины в этом, на самом деле вот согласен с Рашином в плане того, что у нас на сегодняшний день в обществе в целом сложилось такое либо нейтральное отношение к насилию, либо нормальное, либо даже позитивное, то есть как бы это считается нормальным. Нормальным решать конфликт с помощью кулаков насилия, да, не обязательно договариваться, да, не нужно обращаться ни в коем случае там в суд или в госорганы, да, можно это решить на кулаках. Это вот, как бы, я не знаю, может быть, это наследие там тяжелых криминальных 90-х годов, может, это где-то еще с советского периода идет. Вот, но тем не менее, вот на сегодняшний день и сама вот пропаганда этого насилия, брутального отношения ко всему, оно и как бы складывает такое поведение в целом в обществе. И вот в этом плане меня очень воодушевил вот этот челлендж, который мы сделали, да, именно мужской челлендж, и где выступили именно вот эти самые брутальные такие спортсмены там, да, вот это люди, которые представляют собой модель поведения для, особенно для мальчиков, да, для молодых ребят. Люди, которые вот как бы сами своим поведением, своей внешностью, да, тем, что они вот чемпионы там в единоборствах там, да, всем этим как бы они притягивают внимание, и когда они говорят, что это неправильно, это ненормально избивать женщин, и вообще такой мужчина не считается мужчиной после этого, он должен быть нерукопожатым. То есть они задают новый тренд и моду на поведение, которое, по идее, должно быть правильным и нормальным. Вот это большей частью, мне кажется, проблему и разрешит. Разрешит не сейчас, не сегодня, через какое-то время, когда эти пацаны подрастут. Но нам надо что-то делать еще и с теми, кто сейчас избивает. Вот здесь, конечно, я думаю, что решение там через внимание общества к этой проблеме, через то, чтобы мы не проходили мимо, потому что жертвы, насилие они боятся, не могут, они в очень зависимом положении находятся, да, и для них очень сложно просто обратиться за помощью. Поэтому здесь важна роль близких, родственников, соседей, которые не должны просто мимо этого проходить, реагировать на это. Даже вот, даже простой разговор об этом среди вот близких родственников, он может подвигнуть на то, чтобы абьюзер изменил свое поведение. Необязательно даже закону вмешиваться в эти отношения. А здесь я могу сказать, что вся проблема в том, что абьюзер всегда боится любой огласки. Да. И почему в том числе жертва такого агрессора, да, если идет на какой-то механизм того, что она преодолевает свои социальные барьеры, свои страхи, да, социальные, вот того, что это некрасиво, да, там, ссоры из избы, стыд, да, неловко и так далее. Если она умеет это, но правильно показать, да, озвучить, где-то донести, то тогда она получает этот механизм защиты просто как то, что, ну, элементарно, на нее просто начинают обращать внимание, да, и уже как сам по себе этот фактор является хоть каким-то защитным механизмом. Действительно появляются какие-то люди, там, близкие, родные, да, знакомые, потому что проблема абьюзивных отношений, что сам абьюзер для общества создает абсолютную маску идеальных взаимоотношений. Часто абьюзер выглядит любящим, заботливым, не просто заботливым, а гиперзаботливым. И когда люди не в курсе всех тонкостей и нюансов, они даже могут искренне говорить, да, блин, да у вас же вот вы просто пример семейных отношений идеальных, да он же вот ради тебя вот это, вот это, он же там вмешивается во все нюансы твоей жизни, да, там, условно говоря, там, предлагает не работать, там, ходит с тобой на шопинг и выбирает тебе наряды. А люди не понимают, что это тоже часть процесса абьюза, понимаете? Потому что он во всем навязывает свое мнение, не считаясь мнением самой своей партнерши, да, и таким образом и берет ее под контроль. И мало того, он обязательно, любой абьюзер идет на... Насилие это крайний вариант, как правило, да, и он, как правило, один из таких конечных, потому что вначале идет именно процесс того, что абьюзер пытается взять свою партнершу под контроль. Самый разносторонний. Финансовый, социальный, психологический, эмоциональный. И вот в том числе в социальном аспекте он лишает ее поддержки. То есть, как правило, ей внушаются мысли о том, что там подружки твои плохие, научат не тому, да, вот там та разведена, та в плохих отношениях с мужем, та там, я не знаю, там, к детям плохо относится, да, что ты хочешь так, да, там. Родители, ну вот зачем тебе там по тем или иным причинам тоже это, да, отметается. Соответственно, там, если человек не работает, коллег нету, да. Вопрос о том, что такая женщина может ходить к какому-то там психологу, психотерапевту, вообще не стоит, потому что он точно тебя научит плохому, да, там, что он, ты хочешь, чтобы он тебе там внушил мысли о том, что там вот твои отношения плохие, надо все бросить, уйти, да, и, соответственно, вот он фактор того, что она остается одна наедине, да, со своими проблемами, поддержки нету, и вот этот момент, к чему я, да, когда женщина пытается свои проблемы озвучить хоть как-то, хоть где-то с кем-то поговорить, лучше, конечно, когда это люди, которые, ну там, хоть какими-то там навыками, да, правильными, обладают с точки зрения там помощи, да, это уже дает механизм того, что абьюзер начинает бояться о глазке, вот эта маска благополучия слетает, и это дает механизм защиты. Ну, в некоторых аспеках даже, возможно, даст какой-то элемент задуматься о том, что, блин, может быть, действительно что-то со мной не так, да, возникает какое-то критическое восприятие собственного поведения, и, возможно, там такой человек даже согласится на хотя бы первичную консультацию там со специалистом. Я вот со словами соглашусь по поводу того, что огласка для абьюзера – это вот одна из, как бы, очень страшных вещей, которого он не сбегает, потому что это, вот это же, по сути, это общественное осуждение этого, да, это без помощи закона, без помощи всех этих государственных инструментов само общество регулирует, да. То есть, вот наша вот этика, мораль – это же все оттуда, то есть, без применения государственного принуждения мы делаем так, что общество, как бы, ведет себя так, как должен, как бы, и вырабатывает вот эти модели поведения. И вот можно привести пример, который… Вот сейчас мы очень интересное время проживаем, вот именно вот эти дни, они очень сильно повлияют, мне кажется, на будущее нашей страны. И вот сейчас вот мы прямо на лицо можем видеть вот пример того, когда огласка, она начинает решать проблемы. Вот по вопросу харассмента, да, вот вы заметили, что именно в эти дни начали массово девушки, женщины обращаться по фактам харассмента. Понятно, что мы этих людей сейчас никакой ответственности не привлечем, у нас и нет такой статьи, да. Но тот самый факт, что об этом начали говорить, называются имена, называются там видные там деятели, там руководители вузов, профессора, и несколько там студенток, допустим, да, об этом говорят, об этом говорят СМИ. И этот человек, я уверен на сто процентов, он завтра уже ничего такого делать не будет. Он сто раз подумает в следующий раз. Да, он сто раз подумает, чтобы… Потому что он сейчас находится в такой ситуации, он не может как бы обелить себя, защитить себя. Даже он будет говорить о том, что этого ничего не было, но все равно общество уже не поменяет мнение. Ладно, когда это один голос был, да, здесь можно подумать, что кто-то мог и там соврать, там студентка, которая там не получила какой-то экзамен, там могла она говорить. Но когда это об этом говорят там десятки, понятно, что на самом деле большей частью это соответствует правде. Естественно, этот человек, он изменит свое поведение. У нас до этого вообще не было осуждения такого поведения. Мне кажется, это в некоторой степени даже страшнее, чем закон, да, когда тебя общество исключает. Конечно, это курт для вот этих вот мужчин, да. То есть я сейчас, вы знаете, мы, девчонки сидим, обсуждаем эту тему, да, как говорится, внутри своих компаний. Мы поднимаем все эти имена, мы знаем их всех, мы видим некоторые из них публичные мужчины, парни. И хочется прямо написать, сказать, и этот абьюзер, и этот харассер, и все-все-все, и просто сейчас огромное количество мужчин, наверное, сидит и очень волнуется, что оружан промолчала, я промолчала, да, не сказал. Потому что это страшное оружие. На самом деле оно хуже и сильнее, чем государственные инструменты. Там суд, есть суд, да, там ты можешь, по крайней мере, если это неправда, ты можешь доказать, что это неправда. Повлиять как-то даже. Можно использовать коррупционные какие-то, да, можно влияние. Мы от этого никуда на сегодняшний день не денемся. А тут, извините, тут можно по такой каток попасть, что ты уже никогда не отмоешься. Поэтому сейчас уже надо будет лишний раз подумать, блин, вот как бы, наверное, так вот не стоит делать, а я с автора обо мне так скажу. Он потеряет весь свой авторитет, то, что там многим годами. Должен возникнуть институт репутации. Обязательно. Мы к этому, мне кажется, чуть-чуть вот начнем. У нас есть все-таки какой-то, да, вот опять-таки обнадежьте нас сейчас. Нам кажется, что это все сейчас не... Бесполезно. Как не бесполезно. Все-таки это к чему-то. Да, это идет. То, что мы сейчас здесь сидим, то, что сейчас сотни тысяч просмотров, репостов всей этой темы, да, сотни женщин уже говорят об этом. Называют, боже мой, мы уже читаем сейчас репосты, где девушки называют конкретные имена своих бывших парней. Там еще кого-то, что вот он такой, он там или абьюзер, или насильник. Буквально вчера этого же не было, да, вот до этой трагедии вообще ничего не было. Никто об этом не говорил. Мы сейчас вот резко поменялись. Все, что делается конструктивно, небесполезно. Я просто вот... Вот, давайте про конструктивность, да. Обожаю. Увидим вас до того, как мы начали подкаст. Да, видите, я уже, я так держусь за стуну, чтобы не выпалить. Профессионально сильно запереживал за наших уважаемых ведущих, Ружан, Донару, да. Почему? Потому что настолько девушки сопереживают, настолько они выказывают эмпатию, да, плюс они являются, ну, скажем так, в хорошем смысле, да, такими социальными магнитами, когда к вам именно идут еще за такой вот помощью, да, и это заставляет вас очень сильно выгорать. Да. И в момент, когда вы находитесь вот в этом процессе выгорания, вы, безусловно, будучи эмоционально заряженными, хотите, чтобы этот процесс произошел быстрее, чтобы сразу пошли какие-то там тектонические сдвиги, которые были понятны, видны, ощутимы. Конечно, это очень хорошо, но мы с вами должны понимать, что, наверное, к сожалению, да, вот этот процесс, он так не возникает, и поэтому мы просто все должны, каждый по мере своих сил и возможностей делать какие-то правильные конструктивные вещи, а оно все постепенно поменяется. Со своей стороны я только могу одно сказать. Вот я в той или иной степени с точки зрения там каких-то своих профессиональных компетенций, да, общаюсь много со всем молодыми людьми, да, подростками, вот те, кто только там недавно школу окончил, старшеклассники. И однозначно, на мой взгляд, они другие. Вот мне тоже так кажется, да. И те изменения, которые сейчас вы создаете, они уже придут на более благоприятную, готовую для этого почву. Ну, такой, знаете, банальный простой пример. Вот я могу сегодня идти по улице, там, в 6 утра на тренировку, когда трафика еще нету, да, и просто увидеть, как молодые люди там тоже куда-то идут по заранку, они останавливаются на абсолютно пустынной улице в тот момент, когда горит красный сигнал светофора, ждут, пока загорится зеленый, и только потом продолжат движение, да. И вот с этих малых моментов эти процессы и будут двигаться. Да. Ну, вот почему-то за будущее поколение, да, я вообще не переживаю. Есть какое-то чувство, просто чувство, что там в головах все в порядке. Получше, по крайней мере, чем у нас, потому что у нашего поколения. Да, но вот что делать с мужчинами нашего поколения, да, или старше наших родителей и так далее, вот здесь какой-то мрак просто. И я еще понимаю, что есть какая-то такая категория, мне кажется, мужчин, до которых вообще невозможно достучаться, кроме как закона, да. Там не объяснишь, мне кажется, даже если вы так один на один сядешь и скажешь, слушай, чувак, вот как бы, ну, это неправильно, это нехорошо, ты сам себя делаешь несчастным, да, будучи, ну, становясь таким человеком, иди к психологу. Я просто с одним таким человеком очень долго переписывалась в Инстаграме, незнакомый мне, который мне, ну, так признался, он говорит, пожалуйста, не выкладывайте, но я сам был абьюзером раньше, довел до развода все, в общем, делала, и сейчас страшно страдаю и осознаю ко мне, вот только сейчас приходят, и я боюсь, что в моих следующих отношениях я буду таким же, я не хочу, что мне делать? Я была так рада вообще ему ответить, я сказала, идите к психологу, это поправимо, вы молодец вообще, что задумались, ну, как бы, пока не... Человек, который признал это, он уже на полпу, что у него будет все в порядке. Да, да. Даже если он не дойдет до специалиста, просто критическое восприятие собственного неправильного поведения, да, понятно, что мы сейчас там об этом рассуждаем, там, с ваших слов, а он там что-то писал, да, и мы даже не знаем, в чем там какие-то конкретные моменты, но, скорее всего, у него все будет намного лучше, чем могло бы быть, потому что проблема абьюзера, да, заключается в том, что по факту очень сложно донести до него неправильность его поведения. Да. Ну, вот по поводу того, что позитивно очень хочется мыслить, мы как бы пришли к согласию насчет будущего поколения, насчет ребят, которые сейчас там в школе, там студенты, да. Выдыхаем, расходимся. Все нормально. Но, ну, как бы, реально, как бы, ну, это касается, конечно, не всей молодежи, да, потому что огромное количество этих же детей растут в семьях, которые испытывают насилие, и они будут переносить эту модель поведения. Либо будут сами жертвами, либо будут также абьюзерами, в каких-то таких, ну, как бы, нельзя сказать, что прям все будет замечательно. Но самая большая проблема, конечно, вот с теми, с тем поколениями людей, которые сейчас около 30, 40, 50 лет, которые вот эту статистику сегодня нам и дают, что у нас на, в этом году что-то около 80 убийств уже, да, только погибло. 83, кажется, женщины погибло. Вот как с ними работать? Это мы еще не рассматриваем варианты, да, вот почему там триггерит какая-то более такая ситуация эмоциональная, да, потому что вот там есть более понятная, ну, во всяком случае, там, какая-то как будто бы, да, причина-следственная связь, а ведь абьюзер может просто доводить до того, что человек там будет готов совершить процесс там самоубийства. А сколько еще... И это может быть... А сколько женщины в Алмате, которая с детьми выбросила, скажем так, ну, никто об этом точно не будет знать. А сколько еще скрытых вот этих вот процессов, когда женщина умирает от рака, будучи, она живет в несчастном браке, где мужчина ее... И она перестала бороться просто сама. Она просто перестала бороться, она начинает болеть, страдать, да, то есть, ну, тоже с точки зрения психологии можно, да, эти процессы как-то объяснить. То есть, это тоже не попадет под статистику, но мы знаем, что женщина жила... Знаете, вот мы примерно так вот посчитаем, потому что вот исходя из того, что около 300 тысяч обращений в год вот на все эти и в госорганы, и на горячие линии примерно, да, это нужно умножать как минимум на три, да, потому что это количество, которые еще не обращаются, да. Даже не на два, а на три. Да, я думаю, что примерно около миллиона женщин в год являются жертвами того или иного насилия. Примерно, да. Эта цифра может быть больше, может быть, чуть меньше, но это очень большие цифры для 20-ти миллионного населения Казахстана. Большая проблема с тем, что у нас нормализация насилия в целом в обществе сложилась, но с другой, вот что немножко там как бы надежду вызывает, то, что у нас, поскольку мы тоже общество изучаем, да, вот юриспретенция – это форма регулирования, да, общественных отношений, и мы тоже как своего рода психологи даем, можем давать оценки. И вот при том, при нормализации насилия вот в целом в обществе у нас еще и другая характеристика общества, мы очень эмпатичные, да, у нас в принципе народ такой, который очень любит помогать другим, да, и вот мы очень как бы немножко такие вот душевные, там мы всегда вот взаимовыручка, взаимопонимательность, ну как бы это исторически, может быть, сложилось. И поэтому вот эти вот хорошие качества, я думаю, они тоже будут помогать в этом вопросе, потому что здесь как раз таки внимание, люди очень живо отзываются на чужую беду, да, и вот почему вот именно вот эта последняя трагедия вызвала такой большой резонанс, потому что мы в этом плане очень эмоциональны, и вот мы на такие вот вещи обращаем внимание, и это может сдвинуть вопрос с мертвой точки. А во-вторых, вот именно, почему именно Салтанат Нукена, да, почему вот именно этот случай послужил триггером, я думаю, что здесь вот просто в одной точке сошлись вот несколько таких вот моментов. Во-первых, то, что человек как бы состоятельная семья, да, практически элиты там, да, общества, очень успешные, молодые, да, которые не испытывали недостатка ни в чем, да, был шаковец, там, да, как бы, это вот лицо там, да, будущего караспана. Она сама самостоятельная. Она сама красавица, самостоятельная там, зарабатывала все это, да, то есть здесь все отпали все те отговорки, на которые, из-за которых мы не обращали внимания на насилие, потому что говорили, это... Стереотипы. Да, стереотипы. Это из-за того, что это тяжелая экономическая ситуация, ну, просто люди в бедности, из-за этого они там дерутся, просто делать больше нечего. Вот, ничего не бедно, все нормально там, да, и нету там какой-то экономической зависимости, да, из-за чего, говорят, там, да, страдают, не обращаются. Вот. И этот пример позволил людям пересмотреть эту позицию. Оказывается, как бы это не проблема там низших слоев общества, да, это не то, что вот где-то там далеко от меня. То есть каждый из нас может стать жертвой таких преступлений. Буквально вот мои соседи, мои родственники, да, очень близкие люди, известные люди от этого страдают. Вот из-за этого люди сами испугались, слушайте, ну, блин, оказывается, это вообще большая проблема. Это в том числе, да, скорее всего. Все, кто закрывал на это глаза. На нас всех это и так повлияло, потому что мы плюс-минус, да, все, как вот, как салтанат, молодые женщины с образованием, ходим в эти же места. Это те места, куда мы ходим. В Астане там половина людей там знают либо салтанат, либо... Да, мы знаем друзей, кто знает, знал салтанат лично, да. Господи, ну, что говорить, да, мы знаем людей, кто знает Бишимбаев в том числе, да. Да, конечно. И те, и другие просто в шоке, в ужасе. И, ну, я опять вспоминаю слова Рашида, что чтобы мы были максимально сейчас конструктивны, вот, особенно я вижу, как Оружан, она вот последние, все эти дни, она прям активно кричит об этой проблеме, она говорит об этом, поднимает эту тему, и она была инициатором этого срочного выпуска сегодня, чтобы срочно собраться и выпустить этот подкаст. И я вот хочу еще раз пользоваться случаем поблагодарить Оружан за ее активную позицию. Я очень хочу, чтобы, ну, вот, действительно, в твоем лице и твои коллеги тоже такие же известные люди, мужчины, женщины, чтобы они вот теперь уже, не прекращая, говорили, наверное, опять-таки конструктивно на эту тему. До сих пор вообще это было делом, там, ну, единиц активистов, да. Активистов. И сейчас уже тоже все читают. Не молчи. Не молчи. Буквально вчера они пишут о том, что они временно там не принимают звонки, потому что просто у них такой бешеный наплыв. Они просто физически не успевают этого делать. Почему? Потому что вот общество как будто проснулось такие, слушай, блин, об этом, оказывается, можно говорить, оказывается, это не стыдно признаваться. Да, вот это самый ужасный, пагубный момент. Все, что сдерживало, это вот этот наш яд, там, да, стыд, да, ой, лучше нет, лучше там потерпеть. А сейчас такие как будто вот глаза открылись. Блин, оказывается, яд и месть, надо об этом говорить, потому что завтра это может повлечь, ты сегодня, там, как бы он тебе, там, денег не дает, там, еще что-то, там, куда-то не пускает, а завтра он, там, избивает, завтра это может, там, до убийства дойти. Ну, лично мне я поняла, что абсолютно это не зависит ни от уровня образования, уровня достатка, да, там, и так далее. Оба из интеллигентных семей, оба образованные, и никто не мог предположить, что оно, ну, там, не только абьюз, но еще и, ну, в такой жестокой форме, да, это все происходит. После этого, когда все стали говорить об этом, и мы стали говорить это оффлайн, да, в приличных встречах и онлайн, это читаешь, просто нескончаемый поток историй, и я понимаю, что, ну, нет ни одной женщины, девушки, которая не подверглась насилию, домогательству, там, или не была свидетелем домашнего насилия в детстве, нет ни одной девушки. Скажи, я не... Сейчас многие мужчины пересмотрели, как бы, вот почему начали вовлекаться в их челлендж, там, да, начали говорить у себя, независимо от этого челленджа, там, да, высказываться в своих соцсетях, они просто вот, как бы, немножко, вот, мозги перевернули себе, да, вот, поставили себя на место женщины. У нас, на самом деле, вот, если ты, вот, как бы, нам мужчинам, на самом деле, намного легче и безопаснее живется, если представишь, что ты, вот, женщина и идешь по улице, да, и весь день, вот, как бы, от начала до конца провести, ты понимаешь, сколько ты опасен, в каких опасных ситуациях находишься, ты постоянно думаешь о том, а вот, там, лишний раз, кто бы, там, тебя там не заделал, там, не изнасиловали, страшно сесть в такси. Мужчины этого никогда об этом не думают, да, для нас, как бы, не проблема сесть в такси и поехать куда-то, а для женщины, оказывается, да, это каждый раз думаешь, блин, а вот, и надо там сообщить, где ты едешь, как ты там, да, и чтобы тебя встретили, чтобы тебя проводили. Ну, это, как бы, ну, это ненормально. Да, это вот сейчас то, что происходит, оно даже нам открыло глаза на то, что мы, оказывается, живем постоянно в таком, блин, страхе, да, который фоном уже идет. То есть мне, оказывается, сейчас мы считали, что это настолько норма и что это лично твое дело, заботиться о своей безопасности, да, что вот этот ключ от квартиры, который ты постоянно держишь в руках, когда ты идешь домой, это уже настолько норма и настолько твоя личная проблема, что, ну, настолько, да, все плохо. И сейчас, да, понятное дело, что мы всегда осуждали насилие, там, да, сексуализированное насилие, домашнее и так далее, но сейчас даже на такие мелочи стали женщины, мне кажется, обращать внимание, что, блин, это ненормально, когда ты постоянно в страхе, держишь ключ, боишься разговаривать с таксистом. Не заходишь в лифт. Не заходишь, упаси Боже, зайти в лифт с кем-нибудь, а еще ты при этом испытываешь стыд, когда ты подходишь к лифту и там стоит мужчина, и ты как пятишься назад и говоришь, выезжайте, я постою. И при этом тебе еще стыд. А хотя это норма безопасного поведения, да, стала, вообще это как бы, ну, как бы ненормально, но для того, чтобы... А еще лучше, если мужчина первый выйдет и скажет, поднимитесь, пожалуйста. Да, вот это вот правильное было поведение, конечно. То есть поэтому мы сегодня тоже хотим вот все-таки фокус еще на мужчинах, на их поведение, да, чтобы они все-таки тоже проснулись. Мы еще с Суарушкой тоже удивились, много хороших парней, которых мы тоже лично знаем, публичные ребята, даже они коряво высказали свою позицию на эту тему, да, потому что, видимо, они никогда раньше об этом не думали или не знают, или еще что-то. Ну, типа такого, что, ну, да, я там не знаю, как на эту тему говорить, но зато я вот сделал вот такие-то ролики когда-то. Ну, как-то вот, он как-то так очень робко даже на эту тему говорит, хотя всего лишь нам хотелось бы, чтобы он сказал, так, мужики, там, все, мы там не рукопожатными будем, если такое будет, да, или еще какие-то более конкретными. Ну, или хотя бы петицию подпиши. Петицию подпиши, да, действительно. Потому что там, ну, стыдно, блин, там 15. 11% мужчин, да, подписали, и вот хочется от мужчин конкретных все-таки слов, действий. А еще вот у вот этих парней, которые, в принципе, там, хорошие парни, которые против насилия какого-либо, у них такое вот, ну, вот среднее мнение обо всей этой ситуации, что, типа, ну, это же личная история каждой семьи. Ну, как бы некрасиво вмешиваться, вам не кажется? Вот я вот так спорила с очень известным человеком о том, что нет, это не личная история, это дело нас всех, каждого, да, потому что, ну, завтра ты станешь, даже если ты мужчина, жертвой насилия, да, или чего-либо еще. Ну, нельзя так спокойно и равнодушно к этому относиться, хотя бы для того, чтобы себя в итоге, да, безопасить, чтобы жить в безопасном обществе, е-мое. Вот безопасное общество – это, ну, как бы, это элементарная вещь, которую должно обеспечить государство, да, это самое главное. Государство не должно там, как бы, чтобы все там в комфорте, достатке жили, это не это, мы сами должны об этом заботиться. Но все, что должно – это безопасность, да, это самый элементарный, минимальный стандарт, как бы нормальный. Работающие законы, правоохранительные органы. Вот, чтобы это все работало. И на сегодняшний день мы, к сожалению, не можем сказать так, что государство все для этого делает, потому что вот элементарно, о чем говорят огромное количество юристов, людей, которые непосредственно каждый день сталкиваются с защитой жертв насилия, потому что, ну, сделайте уголовное наказание, наконец, уже. Три раза было, между прочим. Изначально, когда только вот мы получили независимость, у нас была уголовная ответственность, потом вводили административную, потом опять вернули уголовную ответственность, когда новый уголовный кодекс приняли, потом в 2017 году опять поставили административную ответственность. То есть такой сумбур в голове у людей вызвали, потому что сейчас люди уже как бы не знают и не понимают, что мне за это светит, есть ответственность, нет ответственности, потому что она, кажется, меняет нестабильность вот этого законодательства, она и вызывает в людях вот такой туман в голове. То есть, в принципе, может, это и как бы, ну, это несерьезно, это как бы государство на это не обращает внимания, мы сами разберемся, оно вмешиваться не будет. И самая большая отговорка всех участковых, полицейских, это семейные отношения, все, вы сами разберитесь, я не буду вмешиваться. И это, лучше ты иди, отзови свое заявление. Потом чаще всего как раз таки, я отзываю от заявления, они-то все это заполняли, все эти протоколы ввели, потом все это, в конце концов, она заявление отозвала, все это в мусорный ящик, он столько работы делал, он один раз делал, второй раз так, на десятый раз он уже скажет, короче, лучше не буду принимать тебе заявление. С порога развернено. Да, из порога, да, иди, сами решайте. Вот так вот оно происходит. То есть это просто еще очень много работы занимает, если сейчас, сейчас это, если криминализируют, во-первых, сколько времени займет в случае того, что если примут эту петицию, если начнут рассматривать этот закон, как долго? Чтобы его приняли? На самом деле не так может, если будет политическая воля, о чем мы постоянно говорим, да, политическая воля. Главное, чтобы президент стукнул по столу и сказал, все, я за то, чтобы уголовные, внесли в уголовный кодекс изменений, криминализировали. Для этого он конкретно не говорил, он говорил о том, что рассмотрите, давал поручение, рассмотреть вопрос о криминализации, нужно или не нужно, дайте этот. Мы целый год на уровне, там, от секретаря Совета Безопасности, он собирал нас, общественников, ученых, мы там в институте правоохранительных органов, там эти семена, зумы проводили, там, да, целый год там говорили-говорили, в конечном итоге правоохранительные органы сказали, нет, криминализировать неправильно, мы там половину страны не хотим пересажать, никто этим заниматься не будет, как бы на сегодняшний день административная ответственность достаточно, на пять суток увеличивая. Их объяснение, их аргумент только в этом, то, что это займет очень много времени, сил, и... Да, потому что, мы, во-первых, облегчили процедуру, если это было уголовное, женщине приходилось бы с собой идти, там, снимать побои, там, доказывать, вот это делать, потому что это дело частного обвинения, да, потому что это легкая статья, побои, легкие вреды здоровья, поэтому оно все. Мы перевели в административный кодекс, теперь полицейские всем этим занимаются, у нас увеличилось количество заявлений, это значит, что, как бы, люди, ну, женщины начали активнее пользоваться этим инструментом. Ну, что толку от того, что, как бы, у нас увеличилось количество вот этих фактов зарегистрированных, половина из них заканчивается предупреждением, половина вообще, как бы, этот, отказывается, отказывается в возбуждении административного производства. Мы знаем о количестве самых легких этих, но ничего не делаем все равно. Полиция все равно продолжает ничего не делать. Так вот, вводя в уголовную, мы говорим, чтобы и одновременно перевели это в разряд частопубличных дел, частопубличного обвинения, чтобы полиция все равно продолжала этим заниматься в ускоренном, облегченном порядке, быстро-быстро экспертизу все это проводили, но реагировали. Самое главное, чтобы четко реагировали. У нас количество этих заявлений снизится только от того, что мы примем этот закон. Почему? Потому что сам факт введения уголовной ответственности за такие вот небольшие правонарушения, он уже сдерживает огромное количество людей, мужчин, от совершения такого правонарушения. Это как бы элементарная криминология. Это как бы один из способов профилактики совершения правонарушения. Это просто такое введение этой статьи. Не обязательно сажать кого-то там, не обязательно это делать. То есть государство должно показать свою позицию и отношение к этому, что у нас это строго наказывается. Мы это не потерпим. Мы, кстати, последняя страна в СНГ, которая в административном порядке наказывает за побои, за легкие вреды здоровья. Уже все. Вот недавно Кыргызстан внес свои изменения. Я думаю, что мы где-то и в мире, наверное, последний, потому что во всем цивилизованном, нормальном мире это уголовное правонарушение. За это на 2-3 года сажают. Вот это для меня новость, что мы в Центральной Азии. Мы же лидеры по развитию в нашем регионе, с одной стороны. А вот именно в плане защиты женщин и вообще равноправия женского мы сильно отстаем. Узбекистан принял закон о защите женщин от семейно-бытового насилия. Причем они практически, вот модельный кодекс, рекомендуемый модельный кодекс, который на Западе по соответствующему Стамбульскому протоколу. И они очень быстро и легко приняли этот... То есть еще раз, не надо придумать велосипед. Это уже все прописано, да? То есть можно взять опыт... Да, можно, да. Вот узбекский закон за модель взять, и можно успешно его продвигать. Это уже все опробовано, это все уже реализуется. И это реально влияет на снижение статистики этих правонарушений. Но у нас правоохранительные органы стеной стоят за то, что нет, мы не хотим. То есть они мотивируют это тем, что им работа увеличится, или же их личная заинтересованность в этом тоже есть? Я думаю, что там очень много самих абьюзеров, которые привыкли. Я знаю, что МВД особенно, это система, которая очень такая фундаментальная, у них очень закрытая, да, и там система своих отношений очень такая жесткая. Это люди, которые вот... У них есть своя профессиональная деформация, да. Естественно, они в семью это переносят. Я не буду всех там мазать за одной краской. Очень есть огромное количество хороших, замечательных профессионалов полицейских, но я думаю, что эта проблема в этих органах стоит. Потому что мы самое большое сопротивление видим оттуда. Это здесь как будто бы тупик. Ну, я думаю, что вот это широкообщественно... То, что мы сейчас здесь говорим об этом, и большой общественный резонанс вот этого, и то, что большое количество людей подпишет эту петицию, а на сегодня там около 150 тысяч человек, это вообще невероятный рекорд подписания петиции в Казахстане. Не было такого. Да, потому что это еще не бот, это каждый голос подтвержден через СМС, через телефон, привязан к ЕИН. Поэтому это уникальный опыт. Я думаю, что правительство просто обязано положительно этот вопрос рассмотреть. Если они этого не сделают, ну, как бы это все равно плевать на мнение своего собственного народа. Это будет неправильно. Поэтому я очень надеюсь, что мы продвинемся в плане кремлево-ресо. Поэтому благодаря резонансу все-таки, да, это тоже огромное. Каждый, да. Многие вот знакомые, вот мои друзья там, да, и мужчины в первую очередь, они вот, что я могу сделать, что к нему. Они хотят как бы поучаствовать в этом вопросе, потому что действительно для них стало открытием, что, блин, оказывается, это, слушать, такая проблема, да, и как бы уже нельзя с этим милиции. Что мне сделать? Минимальное хотя бы то, что сделать, подпиши петицию, просто вот увеличь количество процента мужчин, которые его подписали. Это уже будет немалое дело. Я вам задам вопрос, который вот многих людей, мужчин, да, мужей и отцов волнует. Ну, вот жена вот истерит, да, кричит, ругает. Ну, естественно, у меня там этого, как бы словарного запаса не хватает, да, я либо закрылся, замкнулся, там, ушел в другую комнату, ушел из дома, там, еще что-нибудь. А другой там говорит, ну, я уже не выдерживаю, я могу ее ударить. Вот как себя вести вот в такой контактной ситуации, вот подскажите. Ну, давайте начнем с того, что у нас в принципе люди не умеют строить отношения в рамках отношения, какие-то процессы коммуникации, и еще меньше люди умеют конфликтовать. То есть, первое, конфликт неизбежен. Отношений, в которых у вас не будет конфликта, не существует. Да, вот когда приходит там мужчина на консультацию или там семейная пара, и мужчина потом, допустим, мужчина, неважно, женщина, они потом говорят, ну, блин, может, я просто ошибся там в выборе, да, партнера, и мне нужно другого. Я говорю, окей, так, так может быть, так может быть. А вы просто считаете, что что? Что в других отношениях у вас партнер, партнерша не будет вам предъявлять никаких требований? Такого не бывает, не надейтесь, не питайте таких иллюзий. Это первое. Второе. Понятно, что если мы уже говорим конкретно об абьюзивных отношениях, здесь все на самом деле чем осложнено? Абьюзер – это какой-то психопатологический такой конституциональный тип, когда он лишен определенных механизмов гибкости и процессов адаптации, подстройки в отношениях. То есть у него есть один какой-то понятный ему алгоритм, да? И вместо того, чтобы развивать все остальные, потому что ситуации бывают разные, он просто использует один и тот же. Условно говоря, вот мне удобно, чтобы конфликт быстро заканчивался, да? Мне меньше на него приходилось тратить сил, и поэтому я буду себя стараться вести так, чтобы взять свою партнершу под контроль и постепенно ее всех этих возможностей, ну, как бы, лишить, да? При помощи самых разных механизмов и рычагов воздействия. Эмоционального, финансового, да? Социального. Если прям совсем никакой вариант не работает, видимо, да, то человек переходит и к физическому, да? Как условно назовем это так, к какому-то крайнему последнему аргументу, к сожалению, да? Вот, и смысл заключается в том, что люди в отношения должны вступать тогда, когда они что-то про отношения понимают. То есть элементарно, да, что конфликты у нас будут, конфликты – это нормально, и в конфликтах мы должны научиться, во-первых, быть на равных, да, в отличие от абьюзивных, потому что там весь процесс построен на неравности, да? То есть там возникает механизм иерархии, когда я пытаюсь встать на позицию сверху и давить, доминировать, да? И даже когда у меня, ну, вот если мы в данном случае ведем речь о мужчине, да, когда у меня есть реальные механизмы, да, там, я зарабатываю, а она нет, просто потому что в декрете временно, да, там, я там, не знаю, физически сильнее, а она нет, да, я все равно должен выстраивать отношения на равных, и все вот эти вот свои преимущества сразу их нивелировать для того, чтобы дать возможность человеку выговариваться, да, что-то требовать, о чем-то там предъявлять какие-то претензии и так далее. И моя задача в отношениях научиться это слушать и, соответственно, слышать, и, естественно, потом реагировать. Но реагировать как? Это же не значит, что у нас есть проблемы, у нас мужчины считают как? Что, типа, если я жену послушался и все сделал, как она сказала, значит, что? Подкаблучник. Значит, я, да, потерял какие-то свои маскулинные качества и стал вот таким условным откаблучником, да? По факту ведь это не так, да? То есть это как раз смысл поиска компромиссов. Эти компромиссы должны быть двусторонними. Все идут на какие-то уступки. Понятно, что когда человек находится в состоянии какого-то там хронического стресса, опять-таки, да, там, допустим, женщина в декрете с одним ребенком, а то и там с двумя, да? Просто люди работающие и которые там на работе выгорают, устают, да? Люди, у которых есть какие-то свои другие сложности там со здоровьем, с отношениями там родственника и так далее, да? Естественно, что в рамках всего этого они могут быть более, скажем так, низкие в своих механизмах стрессоустойчивости. А вот это всегда предполагает то, что я становлюсь более повышенно раздраженным и легче агрессирую на минимальные какие-то факторы раздражения, понимаете? И перехожу к каким-то вспышкам гнева, которые возникают очень компульсивно и неконтролируемо. И вот здесь как раз мы и говорим, что абьюзивные, да, процессы отношений – это всегда проблемы эмоционально-волевой регуляции. То есть эмоции преобладают, а волевые процессы не умеют это сдерживать. И их, естественно, нужно тоже тренировать, потому что это как мышцы. То есть если у тебя конституционально даже этот процесс есть от природы, ну, ты лучше управляешь своими эмоциями, да, за счет воли, то они у тебя могут при самых разных обстоятельствах, которые вот я выше обозначил, да, и еще там огромное количество других, просто снизиться. И тогда ты свои эмоции не можешь контролировать, да? Я всегда там в шутку, когда читаю тренинги, да, всегда рассказываю про то, что как я понимаю, что у моей супруги возникает эффект более выраженного выгорания, да? Потому что мне может прилететь за то, что я шаркаю тапочками. Вот, всем знакомая история, да, всегда все смеются. Почему? Вряд ли, как я объясняю, да, в какой-то момент я начинаю шаркать как-то тапочками по-особенному, намеренно вызывая раздражение. Нет, то есть эта нервная система становится более чувствительной, потому что человек по каким-то причинам устал, да, и, соответственно, вот это вот легче возникает. И опять, это наша, ну, такая вот в том числе должна у нас возникнуть как наша новая привычка, да, умение какой-то такой ментальной гигиены на все эти моменты обращать внимание, вовремя прийти к специалисту, да, потому что это даже не всегда решается там у психолога, психотерапевта, может посетить невропатолога, пропить какие-то там препараты, которые будут эту чувствительность нормализовывать, да, восстанавливать какие-то ресурсные механизмы. И все эти процессы нужно постоянно тренировать для того, чтобы они не приводили вот к таким срывам. Понимаете? Потому что это все просто, ну, вот такой процесс, когда мне так удобнее, мне так проще, а дальше этот механизм просто закрепляется и доходит в своих проявлениях до какого-то уже такого тяжелого гротеска. Но почему-то мужчины проявляют свои волевые качества, когда на них орет шеф на работе, когда его там… Гаишник. Гаишник несправедлива. Правильно. А на жену… Отличный пример. Почему так возникает? Все очень просто. Потому что, когда мы находимся в таком состоянии, все, кто являются, ну, для нас условно сторонними людьми, там, где работают механизмы социального барьера, да, какой-то иерархии в виде там работы, да, и так далее, они все пострадают последней. То есть, как вот я в шутку всегда говорю, если на тебя орет начальник, это не стресс. Стресс – это когда ты орешь на начальника, да, то есть все, ты уже как бы находишься в декомпенсации. И понятно, что, к сожалению, в таких ситуациях первые попадают под линию огня. Это кто? Жена. Раньше дети. Понимаете, если дети есть, дети. Почему? Потому что, ну, дети в силу темперамента, возраста, да, условно говоря, легче человека в кавычках как бы провоцируют, а на самом деле, естественно, не провоцируют, они просто остаются детьми, да. А дети не дают никакого механизма ответа, потому что они не могут просто пока, да. Соответственно, там супруга, супруг, он является второй линией, да, потому что, ну, вот не сходу, но это тоже дальше. И вот вам результат. Вот вам результат. И поэтому мы должны сразу это понимать, двигаясь опять-таки в отношения, и понимать, что эти навыки нам обязательно надо осваивать, прокачивать, если мы хотим сохранить отношения. То есть я, как мужчина, понимаю, это нормально, если моя супруга в какой-то момент мне предъявляет претензии. Мало того, если я вижу, что это происходит, и я всегда так учу, да, что я первое должен сделать? Никак это не игнорировать. Это же само собой никуда не исчезнет, да, оно потом все равно сполыхнет по какой-то вообще другой причине. И поэтому первое, что я делаю, я все откладываю в сторону и иду, понимая, что что-то, видимо, не так, разбираться, что не так. И мы говорим о причинах и так далее и тому подобное, потому что по-другому не бывает. То есть всему этому механизму нужно обязательно дать разрядку. Опять-таки часто мужчины хотят, чтобы эта разрядка происходила не с ним. Понимаете? То есть там, ну иди там, пошопся, сходи там в караоке, я не знаю, там, встреться с подружками и так далее и тому подобное. Но этот механизм, он какие-то процессы, конечно, там конверсионно снизит, но он же ничего не решит, да. Он в лучшем, конструктивно, он просто снимет высокий эмоциональный заряд, и женщина просто придет говорить об этом более там спокойно, да, пытаясь найти какой-то там конструктивный диалог. Но если мужчина не готов по-прежнему, все равно все перейдет к первому варианту. Проблема-то в том, то все равно. Поэтому, конечно, люди должны понимать, отношения – это процесс, это определенная динамика, и мы от этого никак не можем уйти. Мы должны научиться их строить. Кстати, к сожалению, нигде этому не учат. Не в школе, не перед браком, пока ты сам этого не захочешь, пока это не поймешь или где-то там не увидишь, вот как, допустим, этот подкаст, никто тебе не объяснит. По своему опыту, в том числе, там, семейной жизни личной, я считаю, что, наверное, механизм, когда этому будут пытаться тебя научить до брака, ну, в лучшем случае будет иметь какой-то такой, знаете, элемент, ну, типа там, я не знаю, условного фана и общего понимания того, что, ну, вот такое существует. Это еще неэффективно, да? Да, да. То есть, понятно, что все проблемы должны актуализироваться, а люди должны иметь навык, да, и опыт, и понимание того, что они идут к специалисту за какой-то помощью и учатся. У нас, ну, скажем так, вот, предвосхищая, возможно, ваш вопрос, скажу так, мужчины, которые приходят, в том числе, на семейную терапию или на личную терапию, понимая, что там, допустим, там, у меня есть проблемы, я чувствую, что у меня и возникли нотки ревности, которые там чрезмерные, да, или там я стал более агрессивным, я хотел бы что-то с этим сделать. Они есть, и их становится больше. Мужчины перестают бояться вот этой стигмы, да, потому что чего мужчина боится? Ну, во-первых, он боится, там, показать свою слабость, да, во-вторых, он боится, естественно, там, что ему поставят диагноз, да, а потом это... Это вообще неслыханно, пойти самому психологу. Психиатр вообще... Вот, такие мужчины есть, они ходят, они понимают, и это хорошо. Понятно, что чаще инициатором плюс-минус является, там, женщина, это тоже хороший вариант, если женщина может повлиять и на чем-то там настоять, когда это имеет, ну, такую благоприятную там почву, да, но ничего не будет происходить без его желания и осознания. Дальше это его собственное решение. Я знаю много историй, когда, там, супруги ходят к разным специалистам, да, потому что им, там, хочется, чтобы это было, там, неангажировано другой стороной, да, как им может казаться. Или, там, вот, там, я буду ходить к мужчине, потому что, там, он меня лучше поймет. Вот, или, наоборот, я хочу пойти к женщине, потому что она мне даст больше понимания того, вот, чего я недопонимаю с точки зрения, там, какой-то женской родовой, ролевой модели, да, и, там, вот, я хочу, там, разобраться. Такое тоже есть. Надо делать скидку на то, что мы находимся в Алматы, да. Это алматинский психиатр, да. Здесь ситуация, как бы, намного сильно отличается от того, что происходит в целом в Казахстане, от того, что в регионах, в сельской местности вообще, там, да. Какая там картина, мы даже примерно не представляем, какое количество, там, абьюзивных отношений где-то на периферии, потому что там это вообще, там, где-то тайно покрыто мраком, но однозначно там, конечно, таких людей больше. Ну, в любом случае, если хотя бы в Алматы начнется эта тенденция хорошая, да, то есть, лет 20 назад... Но Алмата всегда задает тренды, да, моду, да, поэтому... На какой-то прогресс, да. И 20 лет назад мы сами не обращались, да, к психологу, мужчины и подавно, там, близко их не было. То сейчас уже, вот вы говорите, что к вам приходят, обращаются, это молодые мужчины, это взрослые мужчины. То есть, все-таки... Через года, через два, через три это уже будет в другом Казахстане. Да, потихоньку это Астана подключится, да, другие регионы подключатся. Ну, как вот я ранее говорил про молодежь, дети-подростки, я вообще вижу тенденцию, когда приходят родители, говорят, а вы не могли бы там вот пообщаться с моим ребенком? Ты спрашиваешь, допустим, там, ну, окей, а причина какая? Я не знаю, мой ребенок сказал мне, мама, папа, найдите мне специалиста, я хочу с ним поговорить. У меня есть вопросы, понимаете? Как прекрасно. Я, кстати, дополню по поводу того детей. У меня супруга, например, тоже у нас в каждой школе есть психолог, который вообще работает с детьми. И в первом классе младший сын, она обратилась к психологу, вы побеседуете с ним, тест там проведите. Психолог так сильно удивилась. Зачем вам это? Наоборот, у нас родители избегают этого. Мы специально, ну, когда обращаем внимание, какое-то там не совсем адекватное поведение у ребенка, приглашаем, родители этого пугаются, чтобы так самим прийти и обратиться за помощью к психологу, это вообще дико считается. Вот сегодня мы опять-таки еще раз вот этот миф развенчиваем, что и с детским психологом можно работать с детьми, и мужчинам нужно работать с психологом, женщинам, ну, слава богу, женщины сейчас уже более активны. Ну, да, то, что вот мы с Арушкой тоже это обсуждали, что иногда тоже кажется, что мы как будто бы это все тщетно, потому что, да, мы это Алмата, мы вот этот маленький наш мирок адекватности, где есть вот такие вот мужчины, во-первых, потому что у нас их доступ даже к ним есть легкий, да, мы сразу написали, они сразу откликнулись. А весь остальной Казахстан, он, я даже не представляю. Ну, к счастью, Алматы не закрытый город, да, все равно все отсюда просачивается. Работают механизмы, везде работают, поверьте. Просачивается, да, все-таки это все. Я бываю в регионах, работаю какие-то там, участвую в программах, все работает. Может быть, просто, конечно, опять мы в силу там максимализма хотим, чтобы сразу везде идеально, но так не бывает. Пока просто проблема немножко, может быть, с доступностью там, да, с тем, чтобы люди доехали. Сегодня есть еще механизм, понимаете, появилась такая история, как онлайн-процесс, который вообще тебя никак не сдерживает. Просто вот этот культурный аспект, он настолько сильный, что, ну, я иногда думаю, что ему сопротивляться, ну, крайне сложно. А знаете, культурный аспект надо использовать, наоборот, как свое оружие, потому что у нас многие почему-то как бы так относятся к тому, что вот традиции, там, особенно казахские традиции, всегда было, там, жестко, там, держать своих жен, там, детей. На самом деле ничего подобного никогда у нас, там, к женщинам, особенно к детям, никогда так не относились. Кочевое общество вообще именно характеризовалось тем, что женщина была практически на равных с мужчиной, потому что женщина, в том числе, это боевая единица была, потому что каждая душа, каждый человек был на счету, поэтому она имела право и защищала это точно так же и от грабителей, и от неприятеля. А женщина, которая имеет при себе оружие, естественно, к ней нужно прислушиваться, и придется прислушиваться. Поэтому, как бы, и были очень такие, как бы, женщины, которые обладали властью, там, да, богатством, там, еще. И поэтому, там, непозволительно было, да, поднять руку на жену, потому что она представляет тоже какой-то род. За ней очень большое количество людей, которые могут заступиться. И это приведет к конфликту родов, и это были бы большие, бы серьезные потери и последствия. Поэтому нужно, как бы, и правильно вот эти традиции преподносить. А дети это вообще, это были неприкосновенные, они всегда очень избалованно росли, никогда их не избивали, такое громкое слово там было бы достаточно. Они в такой очень свободной атмосфере росли, под попечительством женщин, мужчина где-то там, на Джаляу, еще где-то, да, вот. А дети в очень таких комфортных условиях росли. Вот об этих традициях и о восстановлении этих традиций и нужно говорить, потому что они не противоречат тем правильным трендам, которые нам сегодня нужны. Женщина очень равноправна. Хорошая тема, нам надо с тобой ручить тоже на эту тему с кем-то поговорить. Историков пригласите, поговорите. Поднять эту тему, потому что интересно, у нас как бы вот за последние еще 70 лет вся наша история, она по-другому начала описаться. Идти, да, вот последние сколько, 80 лет. А что было вот до революции, как мы жили, какой у нас был уклад, у нас мало, к сожалению, знаний об этом. Но где-то в глубине души, как казашки, мне кажется все-таки, да, женщина до революции... Ну не носили паранжу, там, да, не закрывали. Да, она ставила юрту вместе там с мужчинами. Именно поднять юрту, вот это все это, это все женская была обязанность. А даже более того, да. Мужчины туда вообще не вмешивались. То есть она это все оттаскала, делала, и да, и она была такая. Вот эту историю про то, что женщины были на равных с мужчинами, можно транслировать вот той части населения, которая ни во что не ставит. Женщин сейчас, да, келенок и так далее. А так, в принципе, мне кажется, мы, любое общество, мне кажется, не должно так сильно зацикливаться на том, как мы жили раньше. Да, да, да. Сегодняшним днем жить, конечно. Да, сегодняшним днем. А на сегодняшний день женщина абсолютно, ну, в силах, блин, в своем уме быть с мужчиной на равных, да. Это так или иначе так и происходит, да. Женщина даже где-то сильнее, мне кажется, мужчины психологически чисто, то, что она вот может признать себе, что у нее есть какие-то проблемы, обратиться к психологу. Это же сила на самом деле, да. Это не слабость. Но я больше все равно, я понимаю, что сейчас в обществе что-то изменилось. Мы наконец-то все открыли глаза. Мы наконец-то все там неравнодушны и считаем, что это общая проблема и так далее. Но мне кажется, пока что-то изменится в законодательном порядке, в культурном, еще что-то пройдет немало лет. И вот за эти, я не знаю сколько, 5-10 лет погибнет очень много женщин, я уверена. Мне кажется, несмотря на то, что вся ответственность за насилие лежит на насильнике, к женщинам тоже нужно как-то с ними проводить работу и решить о том, что... Ну вот, мне кажется, я извиняюсь, конечно, это звучит, возможно, высокомерфно, но даже мы, будучи в Алма-Ате, такие центровские девчонки, не всегда распознаем абьюз. Абсолютно. Мы вот только в эти дни такие... А тогда, оказывается, вот так было. Да? Мы только сейчас просыпаемся. Что уже говорить про женщин, которые экономически зависимы, и психологически, и так далее? Что делать? Образовываться. То есть, видите, допустим, опять, если мы говорим в данном контексте конкретно про абьюз, да, мы должны понимать, если бы он сразу начинался с физического насилия... Тогда было бы все понятно. Да, все было бы понятней, да. И, скорее всего, никаких отношений просто бы не строилось. Дело в том, что изначально абьюз выглядит как гиперзабота. Понимаете? Гиперзабота. Но в этой гиперзаботе, избыточной, да, как раз и есть те нотки того, что задача не доставить комфорт, хотя поначалу, конечно, именно такие ощущения, скорее всего, у женщины и возникают, да. А дальше это вопрос того, что отрезать ряд механизмов социальной адаптации для того, чтобы замкнуть их только на себе, ну, в данном случае, да, на мужчине, и чтобы все они шли через только него. А самостоятельно она их не строила. Понимаете? Да, но многих женщин же это где-то даже, я извиняюсь, заводит, что тебя контролируют, там, знаешь, запрещают что-то. Совершенно верно. И часто женщины, там, допустим, определенный уровень, там, ревности, да, воспринимают как то, что, о, классно, там, значит, я любимый, интересно. И наоборот, если меня не ревнуют, типа, блин, что-то не то. Вот, никто не думает о том, что, там, не ревнует, значит, относится ко мне с высокой степенью доверия. Доверие. Понимаете? А человек, может быть, ревнует, но просто это никак не демонстрирует так, чтобы это доставляло дискомфорт. Понимаете? Вот. Вот эта забота, ее тоже нужно распознавать, да, и понимать. А здесь это сложно. Это сложно, потому что линии очень тонкие, и мы должны еще одну вещь понимать. Сам, ну, условно говоря, там, потенциальный абьюзер, наверное, на этом уровне он еще там потенциальный абьюзер, да, он не строит эти процессы осознанно. То есть у него нет такого, что, типа, там, все, я абьюзер, да, что там есть какая-то школа, инструкция абьюзера. Там, да, да, и такое у него есть инструкция абьюзера, план, дорожная карта, да. Нет, то есть это же строится интуитивно, и на самом деле на первом этапе может быть абсолютно выглядеть эмоционально, ну, скажем так, правильно, да, приятно, поэтому и создает вот эти вот ощущения, иллюзии, что это по-настоящему забота, да. Здесь вот очень важна задача женщины, когда она умеет вот эти моменты дискомфорта, которые она первая ощущает как давление, да, четко понимать, осознавать и начинать границы своего «я» уметь отстаивать, да, то, что называется навык ассертивности. Потому что когда мне начинают в чем-то более настойчиво, чем это хотелось бы, чем нужно было, да, навязывать, да, я должна понимать, что нет, возможно, в этом нету хорошего для меня исхода, потому что это просто элементарно, мне сейчас не нравится, и можно я буду это решать сама, да, и как минимум здесь опять уже должны быть процессы обсуждения, да, то есть должны возникать вот эти вот правильные отношения с точки зрения коммуникации, да, а в чем мотив, а почему ты так хочешь, а почему не так, а вот если мне так не нравится, можно, чтобы это было по-другому, и так далее, и тому подобное. И вот если женщина все эти вещи будет уметь делать, да, то, скорее всего, до вот этих всех крайностей тоже не будет доходить, потому что если здесь мужчина со своим вот этим эмоциональным порывом не справляется, да, и он сразу начинает взрываться, опять все становится более очевидно, и на более ранних этапах можно, ну, какие-то конструктивные вещи предпринять, либо пока он еще слышит, и у женщины есть на него элемент влияния, да, она может настоять на том, что они должны куда-то обратиться к специалисту, да, и попробовать решить эти процессы, либо она еще не втянувшись, да, в эти процессы отношений и не сформировав для себя огромное количество зависимости, которые весь этот механизм будет осложнять, может эти отношения для себя прервать более безболезненно, с меньшими какими-то там потерями и сложностями, понимаете? Ну, тут вопрос просто к тому, как воспитывают наших женщин, наших девочек, это же с детства тебе притупляют вот это вот... Защиту личных границ ты тоже... Притупляют твой вот этот вот механизм, благодаря которым ты понимаешь, чего ты хочешь, а хочешь ли ты вообще замуж, не хочешь ты замуж, а ты сразу с детства там должна-должна-должна, и так далее. Опять вопрос того, что все отношения должны строиться, ну, скажем так, более осознанно, да, то есть, и, возможно, надо идти на те вещи, которые опять для нас там непопулярны, а с точки зрения социума сложны, да, когда вот там... Поздние браки. Да, да, мы не сразу идем в отношения, а пробуем, смотрим, да, пытаемся... В гражданском браке поживем. Да, может быть какой-то такой вариант промежуточный, да, и только тогда, когда мы понимаем, что человек комфортен, он устраивает и правильно сделал выбор, потом это все переходит там в плоскость каких-то более там серьезных процессов. А у нас для родителей задача стоит не то, чтобы воспитать правильно и как себя нужно вести в семье, а у него задача большая, мега-задача, хороший той сделать, да, 500 человек позвать и перед родственниками красиво выглядеть. Ну, я думаю, что все-таки не просто хороший той, наверное, нельзя так просто упрощать, да? Задача родителя, она такая, да, вот мы сами, будучи родителями, мы что? Мы переживаем, что, а, мой ребенок, вот он там не создат вовремя семью, потом будет как-то поздно, сложно, у мальчиков одни сложности, у девочек другие сложности, и мы чтобы, понимаете, вот это на самом деле, это почва для абьюза, потому что это тоже гиперопека, это формирование абьюза, понимаете? То есть не я даю возможность своему ребенку вырасти и понять, а я пытаюсь за него решить, когда ему холодно, когда ему шапку одевать, а когда он кушать хочет, понимаете? Да. А здесь все-таки должен быть какой-то, ну, правильный симбиоз, когда, безусловно, должен быть элемент, наверное, опоры на меня, как на родителя, да, как на более опытного, как человека с определенным там багажом и так далее, да, и в то же время желание потребности самого там взрослеющего ребенка, уже там молодого человека, девушки, да, и мы выстраиваем вот понимание того, что тебе надо, как надо и так далее, и тому подобное. Ну, то есть вот я, например, с этим сталкиваюсь, когда я понимаю, что я не могу повлиять напрямую, да, на решение, поэтому я просто начинаю строить варианты развития событий, и дальше я всего лишь говорю, а твоя задача успокоиться, выдохнуть, взвесить все и понять, какой вариант развития событий тебя устраивает, к какому ты готов, готов ли и так далее. Ну, кстати, мне кажется, еще нужно поменять наше отношение к разводу в целом и к повторным бракам, потому что это у нас на сегодняшний все равно считается как бы очень стыдным, очень нехорошим и неправильным. Это в том числе страх жертвы выйти из абьюзивных отношений, да, потому что я буду разведена, я потеряю... Она уже второй сорт, это уже все... Да, такой элемент. Мы с вами два амбассадора разводов. Да-да-да, мы с Арушкой в этом плане хорошие примеры разводов. Лучше пусть твоя девочка живая вернется до ввода. Чем, извините... Абсолютно. Совсем не вернется. Абсолютно. Ну, кстати, вот объясните тоже, сейчас же у нас и высокая статистика разводов. Она с чем связана? С тем, что все-таки, наверное, потихоньку начинаем не терпеть что-то. Это же тоже как-то корреляция какая-то есть? С одной стороны, может быть, да. А с другой стороны, это как раз-таки проблема ранних браков, когда вот необдуманно выходит. А потом начинает понимать и расходится. К браку нужно подходить все-таки очень зрелым. Ну, 21-22 года очень редко бывает, что это будет брак на всю жизнь. Согласен. Да, очень часто, допустим, тот момент, который я вижу в практике, там, мотивация для девушки раннего брака, она в чем? Ну, скорее... Убежать из-под опеки родителей. Понимаете? И тогда очень часто девушка, не имея еще приличного жизненного опыта, умения разбираться в них, она, убегая из-под одного контроля, бежит в другой контроль. Потому что эту модель его поведения, вот такого, да, выбранного для себя мужчины, с каким-то гиперконтролем, который потом в абьюзив превратится, она же воспринимает как элемент мужественности, там, зрелости, там, я не знаю, мочитости какой-то, там, и так далее. А потом оказывается, что ошиблась. Да, да. Выйдешь замуж, погуляешь. Так же выходишь замуж, нагулялась, все, сиди дома, да. Останешься старой девой. После 30-ти это все. Это же страшно, что она не замужем. Мы как женщины, как говорится, тоже на себе ощутили, ну, такую вот некую, да, стигму, когда разводились, да. Нам было уже за 35, по крайней мере, мне, когда я разводилась в первый раз, да. Другая подруга говорит, блин, ну как вот я с двумя детьми разведусь? Ну, ничего, решилась, все-таки развелась, и слава богу, да. Хотя мы все самостоятельные, мы все сами зарабатываем. И все равно... Вроде думаешь, что это как бы проблема не очень такая серьезная, а вот из нее как раз-таки во многих случаях насилие это и выходит. Если мы боимся, девчонки. Не могут, они остаются в этих абьюзивных отношениях, не могут уйти только из-за того во многом, что они боятся разъестись, потому что если ребенком некуда пойти, потому что ее собственные родители не примут ее домой. Представляете, до чего это заходит? А у меня есть другой замечательный пример. Знаете, я знаю несколько таких женщин, которые являются по факту там многодетными мамами, да, и вот они первый раз там, оказавшись в разводе, строят потом прекрасные там, повторные отношения, и причем иногда приходят, когда смеются и говорят, так мой муж прекрасно знает, потому что я ему спокойно, она уверена в себе, да, говорит. Я и в этот раз, если будет необходимость, разведусь и еще раз выйду замуж. И мужчина, он понимает, что так и есть. И он тогда за эти отношения держится, ценит, и безусловно тогда все моменты там компромисса, поиска каких-то правильных элементов взаимоотношений и так далее, они очевидны. Плюс приоритеты как бы родителям, воспитание детей нужно правильно ставить, то есть, что как бы не страшно, как бы удели внимание и сделай правильный выбор, как бы зрелый, лучше не надо торопиться с этим. Но если уж ты совершил ошибку, да, как бы сумей все признать это, ну и лучше уходи. И это не самая страшная трагедия в жизни. Ничего страшного в том, что ты разведешься, даже ты с ребенком будешь. Как бы мы тебя любим таким, какой ты есть. У тебя будет возможность завтра выйти еще. Может, ты вообще никогда не будешь и тоже будешь жить счастливо. То есть, к этому надо нормально относиться. А у нас вот как бы вот в этом таком традиционном обществе как-то вот искосо смотрят на разведенную и заново вышедшую, как бы это вообще абсолютно неприемлемо. А вот это нужно осуждать. Осуждать, да. Я же говорю, это такая общая проблема. Домашнее насилие и в случае с Салтанатом, Кеновым, убийство – это вот следствие всех вот этих ошибок, да, которые совершают родители, мужчины, ну, женщины, да, сами по, ну, как бы понятно, почему. Это, получается, касается всех абсолютно. Детей, может быть, не касается, потому что дети еще дети, да, они не понимают как. Детей очень сильно касается. Ну, я имею в виду, они не принимают, да, решения еще. Да, да, да. Ну, они просто жертвы. Они жертвы, да. Они, мне кажется, даже самые главные жертвы этих преступлений, потому что они настолько такие сильнейшие эмоциональные травмы как бы испытывают, которые потом всю жизнь потом еще будут их нести, скорее всего. Одна из, знаете, целей вот этого подкаста, когда мы с Оружан его создавали, мы понимаем свою роль, да, мы там обе за 35 плюс, да, мы в разводах, мы уже во вторых браках, да, Оружка уже в браке, я еще пока не расписалась, вот. У нас у обеих еще пока нет детей, потому что мы действительно не заводили тогда детей в тех отношениях, потому что мы искренне понимали, что это огромная ответственность. Если бы мы тогда хотели бы детей, да, и там мы бы, наверное, однозначно бы сейчас уже были бы мамами, то есть тогда это был осознанный такой выбор, планирование ребенка, планирование семьи, там, развод, неважно. То есть, и вот это вот наш маленький подкаст, он еще пока маленький, но мы действительно хотим быть вот этим вот голосом поддержки для таких женщин, как мы, для девушек, для молодых, для помладше. Вот, но мы сейчас представляем вот это поколение 35 плюс, что да, девочке не страшно разводиться, не обязательно в 20 лет там рожать кучу детей, да, чтобы состояться как женщина. Можно быть успешной, счастливой, как бы несмотря на… Да, несмотря на какие-то социальные роли, и нам это тоже не просто дается, честно вам скажу. Хоть мы и самостоятельные, да, там у нас есть финансы свои, наши родители нас в принципе поддерживают, да, и все равно нам тяжело бывает вот идти сквозь эти все стигмы социальные, говорить об этом тоже тяжеловато, если честно. Поэтому, да, вот этот наш подкаст, он как раз-таки еще раз будет для поддержки для женщин. Ну, такие семейные ценности в кавычках, касающиеся того, что вот нельзя разводиться ни в коем случае, терпи до последнего, там, да, яд-пулат. Вот, если они осознанно и просто вдумаются в то, что как бы что важнее, вот мнение там твоих родственников, там, ближайших людей по поводу твоих детей, либо ее жизнь, там, здоровье, здоровье, жизнь ее детей, то они поймут, что, конечно, на самом деле, что бы там ни говорили там, да, окружающие, мне вот жизнь моего ребенка намного дороже, я его люблю, вот, и ради его счастливой жизни я не только там дам там разрешение, я поддержу, я просто не понимаю тех родителей, которые там могут, человеку, бар, иди, возвращайся, ни в коем случае, домой не пускают, там, да, это вообще немыслимо. Это, знаете, это даже есть не только там в каких-то бедных семьях, отдаленных аулах, да, это есть и в городских, и в состоятельных семьях, и родители у этой девочки богатые, успешные, они говорят, нет, сохрани брак. У нас вот сегодня ломаются все эти стереотипы о том, что вот это где-то далеко, это где-то там на юге, да, там обычно там говорят, это в каком-то ауле, там чуть ли не в горах, нет, это рядом с нами происходит, все это, и вот как раз таки вот трагедия салтаната, она всем, весь нам мозг вот этот перевернула, объяснила и показала, что это не чья-то там чужая проблема, это не проблема кого-то там, там, южан, северян, или еще кого-то, маргиналов каких-то там этих, да, это все рядом с нами, это касается каждого из нас. Поэтому мы все в этом должны участвовать. Это не должно быть проблемой и более только отдельных активистов, там, да, голос которых уже устали слышать, которых уже не обращают внимания. Это, в этом должно участвовать все общество. Хотя бы вот осуждение такого поведения, да, вот осуждение, оно очень сильно многое меняет, потому что это как раз таки одобряемое поведение, оно вызывает у людей как бы потребность в том, чтобы делать точно так же. Потому что когда тебя будут осуждать, естественно, никто этого больше не будет. Это самый сильный инструмент влияния, этика, мораль на этом строится. Не надо, может быть, мы, нам и не надо будет через несколько лет там это криминализировать, там, какие-то жесткие законы устанавливать, там, людей сажать, потому что мы уже выработаем такие нормы поведения, которых будет большинство населения придерживаться. В этом случае, как бы, в юриспруденции и законы смягчаются. Когда определенное количество преступлений становится настолько малым, вот, по такой-то статье, эту статью можно декриминализировать, перевести вот в административный кодекс. Потому что есть понимание, что в обществе это уже не становится нормой, люди этого не совершают, и поэтому, конечно, зачем это нужна статья. А мы сейчас говорим о том, что нам нужна, наоборот, статья, потому что у нас увеличивается количество. Поэтому у нас, с одной стороны, должно быть законодательное подкрепление этого, со стороны силовых инструментов, механизмов государства, и, с другой стороны, общественное подкрепление, общественное осуждение, неприятие этого поведения, нетерпимость к насилию. И тогда мы будем, мы сможем что-то поменять. И в части законодательного регулирования не нужно думать о том, что все, только вот в тюрьму посадить, там, да, на 2-3 года, нет. Мы вообще предлагаем, конечно, это нужны дополнительные инструменты, вопрос, понятно, профилактики, там, объяснения, разъяснения, вот, ну и работа с абьюзерами. Вот именно по побоям легкому вреду здоровья здесь не, там, не лишение свободы, да, не в тюрьму мы будем людей этих сажать предлагаем, а, во-первых, там, общественные работы, и, во-вторых, психокоррекция этих людей. Как делают на Запад, в Соединенных Штатах, допустим, их не сажают сразу в тюрьму, по такому сигналу приезжает, немедленно приезжает полиция, сразу все фиксируется, снимается побои, там, и этот человек забирается из квартиры, из жилья. Женщина дома остается, а у нас наоборот, у нас женщина едет в центр, там, кризисный центр, да, а мужчина продолжает спокойно, там, в комфорте жизни. Нет, мужчина из семьи изымается, он направляется вот как раз-таки в такие кризисные центры, где он проходит эти тренинги, психологическую помощь, там, где-то, группы по 10-12 человек, таких же абьюзеров, да, с которыми работает тренер, профессионал, он с ними отрабатывает все это, психиатры задают, как с этим работают. Потом они там проходят какой-то вот контроль, если он что-то усвоил, все, он как бы получает оценку и может дальше как бы продолжать жить в семье и продолжать свои отношения. Если не усвоил, значит, дополнительные какие-то проходят. Если уж и это не помогло, тогда уже ограничение, лишение свободы, там, какие-то сроки. То есть есть шансы и возможность как бы вернуться опять к нормальным отношениям, и человек оттуда не озлобленным возвращается в семью, а уже с пониманием того, как ему избежать конфликта, как ему надо действовать, потому что многие как раз таки вот этими инструментами это не владеют. Они там прям игры, тренинги, как нужно все это регулироваться, и это уже другой человек туда возвращается. Вот о чем мы говорим. Для этого и предлагаем такие изменения законодательства, а не то, что мы тут половину страны пересажим. Да. Нечего добавить абсолютно. Абсолютно. Все очень точно. Я хочу сказать вам спасибо большое, что вы откликнулись. Какой-то прям, я не знаю, порядок в голове появился. Я знала, что наши гости сами все упорядочили. Да, да, да. Сегодняшний разговор. Да, спасибо вам большое. Да, я просто хотела обратиться к мужчинам, которые, я надеюсь, посмотрят этот подкаст. И это прекрасно, что есть такие люди, как Серик, да, и другие активисты, которые двигают наш закон, пытаются какие-то изменения там внести. Но пока мы можем, то есть в ваших силах, повлиять на эту ситуацию хотя бы публичным осуждением таких людей, да, и оказание какой-то помощи. И то есть там, я не знаю, не оставайтесь, в общем, равнодушными. Это касается абсолютно всех. К девушкам обращение. Я не знаю, я сейчас буду эмоционально, да, но прислушивайтесь к себе. Я сейчас говорю не как-то специалист, да, какой-то, а просто как человек. Я понимаю, что это очень сложно сопротивляться обществу, да. Я очень сильно понимаю, там, когда тебя называют разведёнкой, какой-то там, я не знаю, неблагополучной, ещё какой-нибудь. Это очень сложно этому сопротивляться. Но найдите в себе силы и прислушивайтесь к себе. И если вам что-то кажется, то вам не кажется, да, в отношениях. Я так думаю. Если вам кажется, что он весь такой горячий, эмоциональный, там, ух, контролирующий, то задумайтесь, возможно, это, скорее всего, это закончится. Как минимум сходите к специалисту и проверитесь. И посоветуйтесь, да. И посоветуйтесь, да. Спасибо вам ещё раз. Я надеюсь. Я надеюсь просто. Мы тоже надеемся. Спасибо за приглашение. Спасибо за приглашение. Мы надеемся. И я чрезвычайно воодушвён тем, что происходит в последнее время в нашей стране. Я думаю, что мы действительно с мёртвой точки мы точно сдвинулись. И я думаю, что будет всё хорошо. И очень надеюсь на неравнодушие, в первую очередь, мужчин к этому вопросу, что они будут активно помогать продвижению и криминализации, и вообще изменению отношения к женщинам в целом. И тогда мы будем жить в другом Казахстане. Вот мы не поговорили про ретравматизацию, да, то, что сейчас все женщины испытывают вот эти последствия травмы заново, потому что они снова читают это в новостях, слышат о каких-то громких делах и снова, и снова эти эмоции испытывают. Ну и каждый раз тоже, да. Ну и мы даже. У нас сейчас у самих такой период. Подавленное. Подавленное состояние, да. И я была тоже вот в шоке от того, что я думала там, только мне так плохо, я такая эмоциональная, да. Потом я смотрю девочки-подружки, да, в наших, как минимум, окружение ближайшее в чатах, да, все пишут о том, что как им плохо спать не могут, есть не могут. Как это все у нас вот так всколыхнуло. Это действительно вот это и есть, наверное, процесс ретравматизации. Вот. Ну я не знаю, пока что, наверное, в ближайшее время придется говорить обо всем этом. Вот так, да. Да, пока вот так проживаем. Эти события. Я, с одной стороны, конечно же, там за какие-то большие масштабные перемены, но в то же самое время хочется за что-то ухватиться реальное сейчас, вот за какие-то простые вещи, которые могут так же помочь. Многим может показаться, что это типа, ой, ответственность опять на женщин переносят, да, там, ответственность на насильники и так далее. Но, опять-таки, пока ничего еще не изменилось, но даже если поменяется, это не скоро. Не скоро. Женщин нам нужно самим себя беречь, к сожалению. Когда мы с тобой думали, да, как делать этот подкаст, помнишь, мы с тобой перебирали, да, темы и думали, на чем сфокусироваться, на чем сделать акцент, и понимаем, что, да, и про закон надо говорить, и про психологическую защиту, да, и здоровье психологическое надо говорить. Ты от себя что скажешь? Что надо делать? Ты как оружиан, как женщина. Как тоже жертва. Я не знаю, что нужно делать, кроме того, что нужно беречь себя, женщинам. Я понимаю, что есть совсем безвыходные, да, какие-то ситуации, когда ты действительно экономически зависима, ты с детьми, тебе некуда идти, твои родители не принимают тебя, да. В таких случаях обращайтесь в кризисные центры, к активистам, пишите, не молчите, но не смиряйтесь. Не смиряйтесь, да. И не считайте... У меня такое ощущение, что очень многие женщины считают, что это нормально. Вот не считайте, что это нормально, девчонки. Это не нормально, это не потому, что мы такие деловые, знаешь, там, говорим об этом. Нет, это базовые, элементарные вещи. Никто не имеет права вас бить. Что бы вы ни сделали, что бы вы ни сказали, в каком бы вы положении ни находились, никто не имеет права вас бить. Пожалуйста, постарайтесь этого избежать, пока нет надежды на государство, да, получается. И мужчины тоже в один день не поменяются. Да, заручитесь поддержкой кого-нибудь. Наверняка у вас хоть кто-нибудь есть в окружении. Не знаю, сестра, брат, друг, подруга, соседка. Хоть кто-нибудь, кто может, кто понимает вас, не отрицает вашу беду, и может помочь. Ну, либо также вот еще обратиться и к другим женщинам, которые не боятся говорить. Продолжайте говорить об этом, да, и всем публичным людям тоже хочется обратиться. То есть от того, что мы об этом говорим, это даст какой-то там женщине, где-то далеко, где она сидит, и не знает, что делать. Она, может быть, немножечко прозреет, очнется, что она живет в опасной, деструктивной среде. Вот. И потихоньку начнет собираться силами, как-то искать выход. И вот этот резонанс, или, как некоторые умудряются назвать это, хайпом, уж простите, да, но говорить об этом нам ужасно тошно, ужасно тяжело. И в идеале вообще хотелось бы, знаете, проснуться и сказать, ой, все закончилось, слава богу, да, я там об этом больше не думаю. Нет, не получается так. По крайней мере, вот эти вот две недели. Пока говорить хотя бы. Говорить это не стыдно. Да. Это ужасно. Но это не стыдно. Это не стыдно. Это ужасно, что с вами это произошло. Но это ни в коем случае не стыдно. Тихо, молча планируйте план отхода, да. Я сейчас, блин, как будто бы в жертвенную какую-то позицию женщин, да, помещаю. Но я переживаю вот за тех, кому сейчас закон этот, блин, не поможет. Ну, слушайте, да, мы жертвы, да. Мы сейчас все жертвы вот этих вот событий и обстоятельств, поэтому пока что мы можем, наверное, из этой позиции вещать. Да. Я вот честно не знаю, говорю ли я правильные вещи или нет. Вот реально от того, что... Говори, что идёт. Да. Ну что, обращайтесь за помощью в правоохранительные органы, да. Но ещё, ну просто к людям, да. Не молчите. Не молчите. Пока что это единственное, что я могу тоже дать. Я ещё пока не знаю, да, как это всё вывернется, как эта ситуация в итоге, чем обернётся для нас, для всех, для общества. Но, скорее всего, мы на пороге чего-то нового, чего-то большого. И, как заверил наш гость, что, скорее всего, это уже бесследно не пройдёт. Я верю, я верю, что рано или поздно это всё изменится, потому что это неизбежный процесс, знаешь, эволюции. Вся дэнция мировая тоже же об этом говорит. С чего решили, если весь мир уже другой, что мы вот устоим и останемся прежними? Нет. Мы тоже идём туда в здоровые отношения, так скажем. В здоровое общество, да. Всё. Я просто... Поручился, если я уже говорится. Субтитры сделал DimaTorzok